Тебе двадцать четыре? Да. Уже старая? Да. Мы обе старые. А что ты? Это у меня вообще дедушка. Но на тебя будет все равно спрос, потому что ты кто? Он говорит, там да. Для тебя будет все равно спросом! Здравия же меня! Я хочу работать в韓国 и в Казахстане. Правильно? Да, да, да. Привет! Меня зовут Казей. И Ами. Знаете, знаете, герои своих лицов? BTS фан. Аааа... Ну что, она служила в Армии? Больше 250 тысяч фанатов BTS. Сколько? Больше 250. Если по группе ВКонтакте смотреть, их основное, как бы, это официальное сообщество всех армий в России. Больше 250. Вот лично у меня это только потом пришло. Я пришла на первое занятие по корейскому языку и спросила, а кто такие BTS? Все на меня так посмотрели, как ты можешь не знать! Как ты можешь не знать! На самом деле, на тебя посмотрели как на добычу. И тут же закидали ее клипами, музыкой, и она очень долго разгребалась в этом вообще, что это такое. Меня обратили, я бы сказала. В одиннадцатом классе я случайно наткнулась на одно видео на корейском языке. И мне очень понравился язык, и я начала узнавать больше, наткнулась на дорамы. Нашла эту школу прекрасную и решила прийти начать учить. Мне интересна была культура Кореи. Вообще, я грузинка, и мне кажется, культура Кореи немножко пересекается с грузинской культурой. Обычные. Например? Ну, вот отношение к старшим. У меня дальние родственники корейцев, наполовину корейцев. Все-таки решил в какой-то год пойти и учиться. Именно то, что это восточная культура, а азиатская. Тем и нравится. Очень красивое произношение, звучание языка, да. Вы занимаетесь танцами, да? Именно какими танцами? Народными, традиционными. Ну, му-йом. Корейский, да? А-а-а. А тогда кей-поп или такие танцы не занимаетесь? Или... Вам не интересен, да? Ну, чего это? Кей-поп. Я не знаю, такое. Чест. Экзол и BTS. А, это современные? Да. Ну да. А, нет, современные. А, не очень, да? Нет, я вообще люблю народные танцы. Русские народные танцы разных народов. В том числе и корейским решил позаниматься. Я пробую танцы разных народов. И корейский мне нравится, потому что он очень изящный, динамичный. И музыка очень красивая, мне нравится. Интересный опыт. Интернет, что тут много смотрят, креции из интернета. Я всегда овою танцам. Я люблю его танцы и... И я буду танцам Ronnie, да? Но я люблю его танцы. Я люблю его танцы, конечно, и vocabulary. Я как-то учу todos. А, я люблю его танцы. И все, и я буду читать. Я начал изучать, потому что... Я начал изучать... Я хочу работать, потому что... Я знала 한국어, то и French в школе. И я хочу работать с русским. Я хотела поступить в университет, где преподают геймдизайн. Но в России не было, поэтому я думала... В Корее? Да, в Корее. Сначала я не знала, куда именно, может быть, Япония, Китай, и нашла в Англа. Начала изучать, но потом так втянулась, что теперь я хочу учиться уехать тоже в Корею, но уже не на геймдизайн, а на учителя корейского языка. На самом деле удивительная страна. Мауннеге киевесо 6,490 мяги иракуинен госуронатанасымида. Нет, чтобы я забыла слово по-русски. Перспективен, да, перспективен, потому что сейчас очень много китайстов, те, кто учат китайский язык, а корейский язык, на самом деле, не очень много людей учат, поэтому он очень прогрессивный. Да, да, да. Я программист, и возможно, что когда-нибудь я устроюсь в компаниях, в которой будет нужен и английский, и корейский. Это дает большее количество возможностей. Понятно. на то, что кто-то хочет поступать, учиться, там, регистрировать, либо после школы туда учиться, едут, а кто-то просто для души, кто-то вот после того, как Дорамы смотрел, либо еще кто-то. Я хотела учиться делать кондитерские изделия, хотела туда поехать. Кондитерские изделия. Сладости. Сладости. Это помогает, корейский? Сейчас нет, так как у меня компания, она в основном такая российская, внутренняя. Ну, в принципе, можно пойти же в любую бухгалтерию, такая, в любой компании нужная профессия, поэтому, ну, я пока не рассматриваю на работу там. Я больше творческий человек, поэтому я думала, что языков я не буду касаться, но когда я сказала родителям, что я хочу учить корейский язык, они сначала приняли это как шутку. Мне было 15 лет, я была в 9 классе, у меня были экзамены, и тут я захотела учить корейский, когда у меня с языками плохо. Но в итоге все было хорошо, прошло 2 года, и уже родители поддерживали меня, и сейчас они поддерживают, чтобы я уехала учиться в Корее. Я люблю 한국 화장пу, поэтому я хочу учиться в Казахстане, поэтому я хочу учиться в Казахстане, поэтому я хочу учиться в Казахстане. А ты пришла, да? Ты пришла? Опа? Опа? Ну, если парень нормальный. Парень, если парень нормальный, да. А дома не против никого? Нет. А ты? Я, конечно. Первый, первый, чё-то пон, нам пёнь, как? А первый муж? Первый муж обязательно должен быть иностранным. Второй не обязательно. А вот второй, ну как получится. Ты уже планируешь второй брак? Нет, ну мне хотя бы закончить 4-2. Сейчас закончить школу в Унгланд, хорошо говорить по-корейски. А потом уже, да, к 30 или 40 годам можно уже подумать о первом мужу. Так, вопросы, скандалы, интригеры, расследования, да, приходите в нашу школу, здесь очень много всего интересного. Здесь ещё какая программа есть? Йога, норибам, саймонори, самуль нори, тэквондо, тэквондо, корейские национальные танцы. Кроме йоги ничего не интересно? Ой, мне много чего интересного, но я такая старая, и у меня мало времени, поэтому вот старые. Да. Уже в России она считается старой. Да. Тебе 24? Да. Уже она старая? Да. Мы обе старые, да, мы учимся в одной группе. А что ты, как бы я вообще дедушка? Но на тебя будет всё равно спрос, потому что ты кто? Англандат. Приходи в школу Вангланд, мы тебе много чего покажем, расскажем. Экскурсии, тамада, свадьбы, праздники, всё организуем. Блин, это как бизнес, в кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok